так пикус самый вкусный торт и вот самый как сказать в общем кто не знает торт наполеон все всегда ели всегда он популярный был и всегда он популярный будет и всегда он будет в общем в приоритете сейчас скажи вот 400 грамм у меня я ее уже просеяла все она уже готова вот отмерила 400 грамм большую миску дальше что мне надо масло 200 грамм масло или маргарин в общем у кого чего есть у меня есть масло я сделаю на масло масло у меня можно с холодильника холодно можно масло порезать кусочками и в общем с мукой замешать замесить а я сделаю на терке я не знаю мне нравится так и мне надо это масло с мукой в однородную такую вот крошку сделать быстренько делаю чтобы она не таяла потому что масло нож сами понимаете быстро будет так хочется наполеона домашнего домашний домашний с вкусным таким кремом повторюсь что можно маргарин а у нас мама по моему брала маргарин да сливочный сливочный такой в украине есть маргарин запорожский очень хороший я всегда и песочное печенье на нем делала ой много чего я пекла уже здесь в германии давно ничего не пекла вот думаю что вам понравится рецепт ну все торты практически одинаковые есть бисквит есть вот такие вот коржи а там уже ты как их украсишь этот торт уже там чего или пропитку уже знаете там меняем уже такое дело десятая в основном все рецепты они одинаковые хочу еще какой-то торт наполеон на уксусе ты делала часто на пиве помню рублены стандартные в основном такие стандартные рецепты как бы он там нет наполеон и наполеон все превращается масло и вот это тоже масло зачем наставлять добру а маслица пахнет да хорошее масло да просто таким сливочным вкусом в ряд именно это масло именно эта фирма хорошо получается топленая нам нравится эта фирма так что я рекомендую очень вкусно так дальше соль я принесла дома соль вот щепотку соли можно было щепотку соли и в муку сразу правильно так практически есть такая вот теперь что я делаю сюда одно яйцо куриное смотрите чтоб шкалубки у вас не и 200 грамм сметаны 200 грамм сметаны сметана тоже я взяла кауфландовскую сметану вкусно то что те продукты которые мы кушаем и те продукты нам нравятся сейчас чуть-чуть там посуды было перемыла посуду что было чистенько это будем же готовить там рыбку салатики так завтра будет рецепт салата фирменного такого которого вы еще не ели и вообще на ютубе еще такого рецепта нет все и вот это все это добро все это в однородную массу все это же замесить как бы в колобок да я сейчас руками ложками лучше рук ничего не может быть согласитесь вот это надо все собрать ну вот видите от муки зависит я сейчас немножко добавлю муки потому что вот жидковато видеть сейчас наверно все же нам 100 добавлю не стесит ну сейчас посмотрю со всех уголков зашкребу может и нет в общем что не надо не надо это все собрать в однородную массу все и теперь это в кулек не надо ничего добавлять не буду сейчас я пакет принесу и все это в пакет и все видит колобок есть потом да когда ты будешь уже потом когда я буду уже делать коржи катать тогда будем отпылять да я добавлю муки а сейчас не надо забивать все так соберем ночью глянь хорошо получился колобок мне кажется мама делала на больше больше шел но мне кажется и сметана у нее было вот это пол-литровая баночка магазина и вот именно не домашние магазины и муки мне кажется было больше мне может она делала на две порции я не знаю но это довольно таки немаленький будет торт вот учить что здесь будет еще кремом с вами вот и в холодильник все так что я не шукулёк смотрите моментально делается сколько там пять минут пять минут и все и тесто сделано все я начать в морозилку холодильник холодное место ты сразу не будешь делить его на кусочки ашу надо сразу поделить сразу поделиться потом его не а то есть она подморозится не мне ну можно и сразу поделить давайте сразу поделим значит отсюда сейчас я поделюсь на 10 кусочков ашу да сколько дошли не знаю но нет надо на 10 все я пошла за пакетик ромашка уйди ромашка все я вчера сделала тесто мы с ларисой сделали и положили его в холод холодильник и она всю ночь была в холоде а сегодня сейчас с утра попечем эти коржи я поделила это тесто на 10 кусочков у меня получилось каждый кусочек каждый кусочек ну примерно так грубо где-то 85 где-то в общем 80 грамм кусочек 10 кусочков сейчас достала один уже сделала корж вот так достаю вот пергамент и теперь этот кусочку так вот немножко его как бы в шарик не как бы в шарик обшаре подкатываешь да ну чё нормальный домашний торт будет но кто не любит наполеон я не знаю это мне кажется такие классические я вот так вот положу классические такие рецепты что наполеон что пчелка что торт сказка я не знаю мне кажется кто их не любит они всегда будут в цене сейчас любят все легкое легкий десерт любят сейчас делают желатиновые сейчас делают торты с фруктиками ну а я люблю такие не так уж и часто мы эти делаем торты легко катаются да хорошо я бы сказала не заморочек таких нет чем получится у всех духовочку уже включили духовку мы ловись на сколько 180 ну минут 10 где-то один корж ну а там уже будете смотреть значит какое какой вам окружности делать торт на более сделаем ему даже его удается перевернуть обильно посыпаем мукой не знаю я думаю что нормальный торт вчера были силы делать но мы думаем уже было немножко поздновато люди уже наверное отдыхать не очень будет хорошо мы будем знаете ходить духовка туда-сюда ну в общем мы решили что правильно и думаем возьмем уже утром встанем утро вечером утреней это я ложу сюда пергамент заворачивается да задевается а там пошире потолще да там тоньше тоньше я вот такую тарелочку взяла ну нормально не знаю может будет присыпки мало нормально будет имеешь ввиду обсыпать вверх и как будет так будет надо купить такие есть лопаточки а специально обрезают не острием ножа а другой стороной коврик боишься столь прорезут ага чтоб коврик не продырявить порезу коврик но еще еще рано ему я сразу делаю форму там некоторые говорят вот можно спесь поток коржи а потом вырезать она будет хрустеть потом что-то я вам и сразу сделал этот корж и нормально а вот уже который готов сейчас я его понесу и потом на противень и вилочкой и вилочкой видите я вот так вот его потыкал все сейчас он пойдет в духовку ну я не знаю сколько там минут восемь наверно в общем будем смотреть как он под временем я его понесла так первый готов чуть-чуть видишь зажариваются края зажариваются эти может не жарить их вместе давай наверное не будем их вместе жарить да они такие этот наверное тонковатые потом получается как этот не будем вот эта обсыпка что была она сильно такая прямо румяная а этот следующий пошел второй пошел а ему он что такая довольная все мы коржи попекли быстро коржи раскатываются быстро просто в духовке минут ну будем так говорить десять минут ну в общем на час где то надо на коржи десять коржей вот это вот ждешь пока они пропекутся больше полтора часа мы попробовали вот эти остатки чуть-чуть по кусочку очень вкусный хороший получится наполеон теперь нам надо сделать значит крем так что у меня здесь пять яиц сейчас сюда значит ванили вот это сахар у нас да по-моему это ванильный сахар ванильный сахар менее такой сильный ванили если ваниль то ее надо там смотреть чтоб не переборщить чтоб не горчило так это не яйца это просто желтки чуть-чуть вот так вот собью правильно ой слышишь как ванили запах так ну что хватит? конечно так так теперь сюда молока и все да сразу же ну конечно ну мы уже на печку поставили уже ну да это молочко так чтобы развести муку поняли вы? молоко у нас жирненькое 35 вообще делают крем только я и читала с крахмалом крахмал кукурудный крахмал кукурудный крахмал ну у нас нету у нас нет кукурудного крахмала у нас вообще крахмала нету а может есть? а там на низу мы не брали у нас в магазине тогда еще не наверное там ну мы будем уже на муке и на муке и все не будем вот это что нам так уже все просеяно и все отмерено да отмерено все просеяно я не знаю Лариса отмерила сколько здесь там 6 желтков 6 столовых ложек муки и литр молока ну вот пожалуйста можно конечно у нас жирное сильно молоко 3,5 это отлично вот сливочное масло можно положить вот ну у нас сливочное масло есть но не надо все оно жирное все что желтки бачилы эти они прямо такие красные молоко жирное а теперь вот это мне надо все сделать сболтать чтоб не было у меня комков ну вот сейчас я так все расколотила кабану без комочков и вот теперь молоко и вот сюда потихонечку ввожу свою смесь густеть да ну все и теперь заварю теперь нам нужны бульбочки так ну Жену тут урчит булькает вот видишь бульки идут слышите все значит это уже готов да все тесто ой чисто крем готов масло ложить не будем вот и наполеон сейчас чуть-чуть подостынет и наполеон смазывать будем горячим кремом так собираем торт блюдо такое красивое блюдо гляньте с выпуклыми такими новогодние гляньте да снежинок нету а снежинок нету белые снежинки так вот сюда сегодня у нас вот это вот по подносу не гулял правильно угу так и сейчас какой красивый я положу вот такой ну что как раз на выпуклость даже чуть-чуть можно было и побольше делать и вот так так одна такая деталь я хочу специально может кто не знает но все равно у меня был такой случай я пекла торт наполеон сделала лично я крем и дала ему остыть полностью дала на остыть а потом помазала торт ну то есть его так сбила сколотила и намазала коржи и он у меня не пропитался наполеон я вам честно секрет весь в наполеоне потому что надо или теплым или горячим кремом смазывать наполеон можно можно было конечно немножко больше его раскатать ну вот такой он будет у меня миниатюрный поэтому обязательно горячим кремом его намазаем намазаем все хорошо да и вот сейчас вот так все коржи чтобы был вкусненький сур может быть лучше домашнего торта ничего ничего домашняя буженина домашняя когда все домашнее скажи домашненькое вкусненькое ммм какое оно все кто откажется кто не любит вкусно поесть любите вкусно покушать любите и я люблю нормальные 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 коржи вкусные ребята хороший наполеон хороший можно было чуть-чуть его раскатать нам некуда ложиться равно побольше да но мы посмотрели тарелку такую вот и вот решили что вот эта тарелка сама чтобы меня хватило крема значит меньше коржей будет больше пойдет на обсыпку я люблю когда торты вообще с пол литра делают на это количество коржей да у нас литр у нас по-богатому но крема много не бывает я люблю заварной крем вот крема и белковые есть и беззайные какие только не придумают крем все вкусные вообще мы потом всегда ложили пачку масла туда взбивали миксером да ну я считаю что жирно сильно жирно очень калорийно считаю что и не надо согласитесь не в нашем случае сейчас жирно молоко яйцо но я не знаю я считаю что достаточно всего достаточно и коржи масло сметана яичко и мука больше ничего нет что отлично и быстро пекутся можно орехами украсить я мне что-то не этот я хотела купить говорила украшение а оно треснутое там была чаемка в общем покажем уже тогда результат да сейчас мы уже намажем перемажем Юля уже и попылесосила и протерла еще раз полы ну не Юля а я не знаю метеор тут накрышили мукой быстро достала пылесос быстро все чук-чук сейчас еще так не здесь а по всем комнатам прошла чуть-чуть по всем комнатам да чтобы было чистенько и этот рыбку пожарим сейчас я грибочки почищу рыбку пожарим и все и можно мыться уже этот потому что лук еще почистить потому что потом оно чтоб ты не вонял ни рыбка ни лука ну-ка все и у тебя будет все уже в общем отлично да какой симпатичный корж ну все вот так вот корж за коржом корж за коржом вот и мы сейчас посмотрим сколько какой он будет высоты не знаю ну такой наверное ну если б ты больше муки вкатывала б да больше б его ну я думаю это когда я второй раз начала уже вот это муку побольше ложить обильно надо прямо я что-то так думаю чтоб не забивать их вот обильно прямо когда печется каждый раз знаете когда так вот а когда ты раз в год печешь то что можно говорить конечно оно забывается вот и надо обильно прямо вот это вот тесто обильно мукой а оно хорошо тогда а я что-то первое побоялась так чуть-чуть их ну притрусила мукой ну а они чуть-чуть потоньше получат ничего ничего страшного у меня всегда когда я катаю тесто у меня одна сторона тесто тоньше а другая вот есть же люди так вот катают прямо знаете весь ровненький 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 немножко ну ничего ну пахнет так вот так вот 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 серьезно вот прямо вот с советским союзом когда делали на празднике наполеон я не знаю я это эти торты я их просто обожаю у нас мама наполеон вкусно пекла очень а тетка Светка да у нее духовка я не знаю как что это за духовка у них была то ли ну не стандартная у них огромные противники и не вот такие да и вот этот тортик по сравнению это вообще это тортик как сказать мини мини а у них вот такие торты мама ой это я вам все обновлю прям такие блюда у нас были помню белое так че яблочко че что-то не яблочко что-то не помню какое что-то цветочки че цветочки вот так огромнейшее блюдо и вот это огромнейшее блюдо этот вот такой вот наполеон прикиньте раскатывали как и не один торт я помню петли всякие разные чуть-чуть и вот так вот всякие разные вот а киевский торт какой в мариуполе булочки по 9 копеек продавались вот и вот с булочек вкусно обалдеть обалдеть не от того что мое приготовление вот честно очень вкусно булочки ну хорошо зачем нам нужно эти булочки по 9 копеек как-то терли на терку да сушили да сушила да 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 потом на терку потом масло сгущенка но я не помню орехи из этого делали коржи тоже петли потом эти булочки петли ой ну эти коржи да это как сухари какую-то сухари их добавляли и вот именно булочка за 9 вот кто с мариуполя те прекрасно знают эту булочку за 9 копеек она такая кругленькая румяненькая такая но она вкусная вверх такой коричневый сдобная называлась да сладенькая такая и вот это но он такой калорийный это не то что я и крем и крем такой что-то масло сгущенка какой-то такой да вот прям знаете по богатому и потом может тебе прямо кто желудок не приспособился свой желудок такой в общем пищи я вам честно говорю жирная он прям такой торт жирный то есть ну понятное дело да что ты сядешь выпьешь поешь а потом этот торт это очень это очень и он такой и как она делала такие слои вот эти коржи потом безейные ну в общем знаете он получался такой высокий огромный да и очень очень вкусный киевский торт назывался очень вкусный но очень жирный и эти коржи надо было на пергаменте печь и не раскатывать а знаете как ну рукой да разлаживать тоже старались чтобы все были равномерные а я не помню или он потом вырезался нет нет вот это так да вот я же говорю что такие и все такое вкусное было все такое классное ну девочки вот это вот в общем поняли да горячим кремом я и себе говорю вот я же говорю что сделала как то и он не я думаю да что ж такое как так не пропит ну это еще было давно это не сейчас что вот 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 а еще давно когда знаете как не такого прямо и опыта у меня не было кулинарного вот и думаю ну как не пропитался то такой знаете вот сухой такое печенье коржи отдельно по себе а эти а вот на пиве коржи не такие хрустящие они какие-то более помягче ты вот делала а я уже честно мне кажется они такие помягче не помню отлично так мне же еще надо что поставить на промяску у боков ну по бокам же еще хочу нормально хорошей высоты да хорошей высоты в общем когда уже он будет обсыпанный да сейчас я уже доделаю вот и вам уже покажу правильно ну вы уже поняли что складывайте один на один один на один один на один и получается у вас вот такой вот тортик ляля а что ты думаешь ляля лялячка она спит мне кажется да спит она сегодня на тумбочке ну тут на комоде лежала вот и шайба там лежала а я в туалете была слышу бу 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 хе-хе-хе-хе выбегает у ложечки она упала вчера ляля духи перевернула а сегодня ляля упала упала да прикиньте вместе с этой шайбой я говорю ляля ну что ты ее не знаешь а ой а в шайбе лежит ромашка в шайбе ромашка в шайбе ромашка спит да он не спит он чухает тебе глаз чухает глаз маня чем ты занимаешься так последняя все это последняя да а все молодец да да молодец я молодец у меня цаточка так ну ты думаешь тут хватит мне конечно ну все ну ты какой высокий ну хорошенький да все я думаю что он пропитается крем так горячий вот поэтому я думаю что все будет вкуснятина на первом на высшем уровне я люблю этот заварной крем уже сказала вам не знаю а что мы дома тоже так делали заварной крем я варила такую мыть ой еле могли его с печеньем есть да просто очень вкусно ну а что тут плохого практически тот же торт только заварен я еще и ману кашу люблю мы тоже ману кашу любим мы все любим вкусное 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 не готовим понятно так ну что пока ты сделаешь крошку оторвался кусочек тортика да сейчас мы его прикрепить за крем он хорошо видите все смешать а потом так соединить так во какой идеальный идеальный просто хорошенький да делаю крошку можно в блендере ну что я буду блендер засрать я руками сделаю да правильно абсолютно верно потом блендер мыть сейчас надо что-то покушать да вот сейчас я с морозилки доставала то ленивые голубцы сейчас мы их на сковородке и белками сейчас их зальем посидим чай ромашечку выпьем рыбу поджарим грибы сделаем язык сейчас мы почистим а потом будем уже есть мы уже практически все сделали такую работу черная Юля проснулась сегодня штрафа раньше рыбу разделала все ее даже почистить было чуть-чуть раз помыть так ладно буду сейчас обсыпать бока все руками руки чистые все приготовили ну смотрите какой хороший торт а няньки и прямо такой новогодний тут немножко присыпочки у нас было мы его ну это что хороший домашний вкусный пахучий просто так бы съела вот так вот так ха-ха-ха ха-ха-ха приятного аппетита мне а мне приятного аппетита пусть он настаивается ждет своего часа ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха